друзья посмотрите какую красоту мы летим к вам снимать сейчас она появится на ваших голубых экранах посмотрите какой водопад облачный прям мощнейшим образом валит вниз облако гляньте он прям падает облако пат подпитать волшебно выглядит прям по идее за этим файдом лакопадом должна стоять волна ну и вот она стоит вот вот это похоже отскок нужно сходить проверить даже интересно проверить или вернемся там где набирали в принципе свое хорошее место было я попробую еще раз всю эту красоту этого облакопада показать смотрите вот торчит острая вершина и облака под как она прям с криками и гигей закручивается завинчивается и торчит одинокая скала ну красиво согласитесь контент огонь ничего не скажешь главное что значит не заживало я попробую волну входит вот я рассчитываю что перед этим облаком будет волна ну что вы добавить присутствие у нас нули то есть вроде как то все делаем хорошо грамотно ну или нет нет как только пойдет минус и правда текать ну или нет нету высота тает ну или таким таким отрицательным уклоном на чуть-чуть возьму попробую на ветер бывает так что волна просто немножко ближе к источнику вот этому стоит вау как это все бах ба бах смотрится иду на источник да ну и надо возвращаться то что если вот этот меня сейчас снизит мне на самом деле нельзя ниже этого перевала опускаться потому что обход будет очень долгим на возвращаюсь это перевалить эту стенку попробовать вернуться волну в который мы недавно набирали вот она у нас крыло показывает на нее той конструкции модуля либо через перевал попрорываться в сторону дома сейчас как это как и говорю в этих случаях вечер перестает быть томным копай вот что скажешь оно того стоило некоторым некоторой вероятностью мы долетаем вот до вот этой вот до этого облака и там мне кажется может быть вполне волна крайне мы там были там волна была а если мы опустились ниже волны уже нет а ее могут выключить погода по целый день меняется пора через вот это ущелье замечательно прорываться в сторону дома перед нами сборка который будет не перелетаем это пик де бюро у нас 300 ну и над ним облака мы будем заблокированы до минус 5 на ваших голубых укранах это значит у нас роняет вниз со страстной силой вы можете наблюдать горнолыжный курорт очень красивый мы катаемся на этом склоне зимой это северный склон пик де бюро ну честно этот курорт мне бы совсем не хотелось конечно прям приземляться проверяю вот это вот облака перед ним стояла волна выше него стояла нам просто были на трех с половиной тысячах и не факт что у нас но вот этому уровне облака будет что-то есть есть небольшой наборчик видите наша палочка-выручалочка мы попробуем здесь набрать опять три с половиной с которыми сможем улететь вполне себе хороший поток 3,5 метра в секунду смотрите вот наш водопадик который мы смотрели знание местности разведка местности исследование приводит этот такой замечательный результат вот кстати наполеон здесь останавливался это дорога имени наполеона руда наполеон и привал на котором по слухам по крайней мере вся памятные таблички сейчас еще раз покажу это место где наш товарищ наполеон который вот в россии да а вот нет нет вот сейчас вот вот там прямо на перевале но это одна из легенд что он там был 2 из легенд что у него был приказ приказ указ по которому на вот таких перевалов начали оставить домики где можно было переждать бурю непогоду и так далее и благодарность о нем там перевалы называют именем наполеона ну то есть наша дорога вот эта вот дорога которая проходит мимо нашего дома она как раз называется дорога наполеона потому что он из своего изгнания там какого-то очередного по ней там 100 дней когда будет вроде как вернулся к власти потом опять его там свергли читайте историю друзья в истории не сеть ну как это не идеален была пятерка в школе но я все забыл как все знания которыми ты не сильно пользуешься ты забываешь сейчас восполняешь и понятно что из какой-нибудь там википедии что в общем-то удобные дай бог здоровья ее создателям и кстати мне нравится то что информация старается быть такая достаточно разносторонняя понятно что ее считать окончательные тоже нельзя но в принципе если есть желание если есть желание поискать кучу перекрестных ссылок то в принципе можно немножечко улучшить свой уровень знаний по какому-то вопросу так ну что ж надо будет написать в википедии раздел атмосферная волна потому что я читал про волны и конечно написано отвратительно очень слабенько так что если вы чем-то владеете кстати вот мне все нравится что там же идея если ты разбираешься в каком-то вопросе пиши текст а дальше там кто-то кто может проверить но потом еще про и потом еще проверить и получается некая но общая буквально подписать им сейчас зашли в википедию и сказали бы хочу выбирать атмосферная волна раздел и вам и там ссылка на наш канал на котором сегодня мы сняли совершенно обалденное видео про атмосферную волну как это выглядит ну и картинки как вообще выглядит волна это как раз удар было бы очень позитивная работа может быть и и займусь вот и дальше получать и новые знания очень удобно ссылку на множество литературы где можно про это почитать про то прочитать одна из лучших книг по теории волны французский учебник продается у нас на аэродроме просто замечательная попробую ссылочку на этот учебник он в электронном виде его нет его нужно только купить но это одна из 50 евро книжка стоит одна из лучших книг которые видел про волну про то как она образуется против ее образование про саму идею образования нет дико понравилось одно из объяснений я попробую сейчас его привести вам по памяти значит представим что откуда волна допустим идет ну давайте подумаем ох ну вот облака допустим переваливают гору наверное не так давайте мы эдуард возьмешь управление походи восьмерочки здесь а я пока покажу вот друзья представим что отсюда дует ветер вот отсюда дует ветер на это это наветренная часть холма это подветренная и так лечить частичка воздуха с этой стороны вот представим что это шарик вот воздушный шарик и основная идея волны это выведение устойчивого устойчивость частички состояния равновесия то есть вот шарик из воздуха в атмосфере вообще присутствует некая часто стабильности волна вот как раз стабильной этой сфере часто образуется не сегодняшняя ситуация но отвисит шарик ему здесь хорошо если он опустится ниже он сожмется разогреется ну и захочет подняться вверх если его поднять он охладиться за счет расширения захочет опуститься вниз то есть вот это его состояние равновесия то есть выведи его сюда захочет опуститься вы видели сюда захочет подняться вот это называется жесткость атмосферы то есть это как жесткость пружины можно сравнить как жесткое состояние атмосферы дальше вот эта частичка не собой ветром влетает на склон и и подымает неизбежно потому что куда и деться или вниз или вверх вроде как скос какой-то вверх чпунь по склону она здесь быть не хочет и здесь плохо и здесь нравится плохо кормят и так далее вот она отсюда долетает и видит О, классно! Нисходящий склон, ну, опять же, аэрологически кидает вниз. Ух! Плюс она сама сюда хочет. И она с крикой мчится вниз. Здесь она должна была на таком уровне остановиться, но проскакивает в положение равновесия и попадает вниз. А вниз-то она не хочет, опять она там, где не хочет. То есть вот этот холм заставил ее опять показаться, где не хочет. И дальше она уже за холмом, оказавшись ниже, прыгает вверх, опять за счет инерции проскакивает в положение равновесия, ну, потому что вот этот шарик с воздухом что-то весит, набрав вот эту вертикальную составляющую, вот он не хочет, но у него и сила выталкивающая уже. И вот эта сила выталкивает, 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 проскакивает в положение равновесия, по инерции поднимается выше, и получается дальше это все так пиу-пиу-пиу-пиу колеблется. И вот этот вот период волны, когда упадет, проскочит, отскочит, можно считать буквально на калькуляторе, и мы используем вот этот вот подъем воздуха, потом каждая частичка следующая вот так же повторяет, потому что мы берем условный шарик, на самом деле это воздушные частицы, которые вот огибают, и дальше они прыгают, 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 повторяют каждая следующая струйка движения предыдущей, ну таким образом мы вот в этой атмосферной волне набираем высоту. Это математически считается формулой книжки этого замечательного автора, ссылку на которую я, скорее, попробую найти, постараюсь в описании, ну или приезжайте на наш аэродром, приобретайте, по крайней мере я напишу автора. О, такое было замечательное видео с маленьким кусочком образовательным, друзья, безмонтажное, как мы любим, сейчас, раз, возникла ситуация, сняли, может даже кому-то объяснение волны придется по вкусу. До новых встреч на канале Мечта Летать. Эгегей-гей! Будем летать позитивно!